Почему я не взяла вхов? Вообще никаких напрягов. Я не знаю уже что купить. Я опять думала, что он поменьше. Ну что, мои хорошие, всем привет! Усаживаемся поудобнее и сегодня я вам покажу, что я приобрела для дома за последнее время. Есть очень много полезных и крутых покупочек, реально находочек, которых я очень давно хотела и в итоге заказала, попробовала. Сейчас вам все расскажу, покажу и возможно, невозможно, а точно вам что-нибудь захочется себе приобрести. Реально не помню, девочки, запуталась. Заказывала на разных сайтах. Алиэкспресс, Джун. Я не помню где, что и тем более по чем. Все ссылки будут под видео. Девчоночки, просто заходим под видео, смотрим всю полезную информацию и ссылки на каждый товар оставлю. Итак, первое, что я приобрела и чему я очень довольна, это вот такие вот корзины. Та-дам! Алиэкспресс. Да, что-то помню, что-то помню, буду говорить. У меня две такие корзины, сейчас вторую покажу. Здесь уже лежат вещи, но лежат они просто для того, чтобы выровнять немножко корзинку. Они, естественно, пришли не в разобранном виде. Вот так вот, смотрите. Серенькие. Здесь такая вот фекстура классная. Здесь такие канатики обалденные. Я прям взяла самые большие. Есть поменьше. Когда будете выбирать размер, смотрите внимательно. Я брала специально большие, потому что в моем шкафу очень высокое пространство и большое. И мне реально не хватает там ящиков, но я выбрала такие шкафы, они мне нравятся. Я решила все это дело обыграть именно вот такими двумя. Ну вот вещи как хранятся, да? Можно вот так вещи хранить, но я нет. Я реально для нижнего белья и носков заказала. Посмотрю, как вот получится распределить, потому что у меня много на самом деле носков и много нижнего белья. Вот, смотрите, видите, вот относительно меня они большие на самом деле. Они очень большие. И как раз у меня пространство для двух вот таких вот. И они будут смотреться хорошо. Я вам вставлю сюда, как они будут смотреться. И я сюда уже положу на самом деле то, что должно здесь лежать. И они реально очень крутые. Цвет идеальный, потому что у меня вся спальня идет вот в таких бело-серых тонах. И шкаф у меня белый. И мне кажется супер. И смотрится оно очень классно вот такой сбоку, да? Классно. Короче, вот один для носков, один для лифы, трусы. Такое. Вот, я наконец-таки заказала и рада, и наконец-таки вам показала. Теперь могу все уложить и показать уже весь итог. Так, смотрите, как у меня в шкафу вот здесь вот, да? Как раз не хватает два ящика. Я примерно по размерам поняла. Сейчас вот низ, например, вот этот убрать можно. И сюда положить два этих ящика, заполнив тем, что мне нужно. Кстати, вот в этом мешочке у меня как раз-таки носки и все такое. Сейчас разберу, покажу. Смотрите, как мне удалось классно все разместить. Мне даже не нужно было освобождать весь этот низ, потому что я пока не знаю, куда мне теплые вещи складывать, которые там вот сзади. И действительно, вот эти вот полки, они очень глубокие. То есть, для вот этих двух, наверное, было бы слишком много целой полки. И я вот немножечко длинные вещи в бок сюда сместила. И остались у меня вот прямо на уровне вот эти вещи. И прекрасно. Вот здесь у меня нижнее белье лифы, трусики. А здесь у меня носочки, девочки. И все прекрасно. Вот вытащила, засунула. Класс. Очень удобно. Я счастлива, потому что я собрала сейчас все свои носки, которые я покупала в Бельгии. Классные. Томми Хильфигер у меня очень много носков. Найки. И я их не носила, потому что они лежали где-то там в углу. А сейчас я все разобрала. И вот эта вот штука у меня полная носков, девочки. А это половина лифы, половина нижнее белье. Но, короче, я безумно счастлива, что взяла вот эти штуки такого размера большого. Дальше. Еще очень классная покупка. Тоже Алиэкспресс. Это вот такой вот пуфик. Пуфик, пуфик, пуфик. Я заходила, на самом деле, в... Как ее назвать? В ХДМ. И еще где-то я смотрела пуфики. Пуфики очень дорогие, на самом деле. Примерно в ту же цену. Просто у меня была возможность на Алике заказать, да. Поэтому примерно в ту же цену я заказала пуфик. Вот так вот. Вот мне понравился цвет. А, почему я не взяла в ХОВ? Потому что не было моего идеального размера. Вот этот пуфик, он реально становится мне в прихожую. Он реально вот прям по длине и по ширине. Такой, который мне нужен. В основном везде квадратные. Либо если не квадратные, то они шире. Шире и больше. А я не хочу, чтобы у меня края вылетали. Я полазила на Алиэкспресс и посмотрела, что есть идеальный размер. Опять же, смотрите, размеры. Потому что размеры разные. Я взяла вот именно такой, который мне нужен был. И пришел классный. На нем Денечка сидит. Когда вот мы приходим, он садится. Или на стену приходит, разувается, садятся. Из-за того, что он длинный, я могу быстро прийти и даже поставить сюда рюкзак. Или он свой рюкзак сюда ставит. А сюда садится. Выдерживает обалденный вес ребенка. В принципе, и я могу сесть. Здесь крышка у нас вот такая. Смотрите. Она очень плотная. Прям такая плотная. Здесь мягенькая. То есть садится, да. И здесь мы можем с вами хранить еще обувь. Ну, в основном сюда я запихиваю там кроссовки Денькины, шлепки Денькины. Вот здесь все Денькины лежит. Больше ничего такого не бросаю. Также сюда можно, ну не знаю, вот гости, например, приходят. Если они не любят босиком ходить, а в тапочках, можно сюда тапочки набросать. Все это дело складывается и пришло оно сложенное. Сейчас сложу. Вот. Вот такая штука внутри. Вот так оно складывается. Вот так. И вот так компактно оно пришло. Все. Точно так же мы можем это дело хранить. Ну, по качеству. Мне прям очень нравится, девчонки. Я довольна. Я не думала, что он будет какой-то хлипкий, да. Как бы я знала, что если это пуфик для того, чтобы сидеть на нем, тем более малышу. В общем, я рада, что размер именно идеальный подошел мне. И цвет. У меня прихожая тоже в цвете бело-сером. Здесь тоже такая очень классная текстура. Вот. Вот такой вот. Короче, вот такой вот пуфик идеальный. Вы, наверное, уже видели во влогах. Да, у меня он есть. Я довольна. Вот, видите, как здесь вот идеально. Мил, ну уйди. Извините, пожалуйста, но эта кошка не хочет вообще отсюда сваливать. Мил, уйди, говорю. Да, я покажу девочкам, как идеально в мой угол встала. Вот, видите? Вот здесь прям идеально до конца. И вот здесь практически до конца. Вот. Так хорошо смотрится. Классно. Наглая кошка. Уйдите, пожалуйста, из объектива. Так, и вот так вот открывается. И сюда я что? Шлёпки Денькины складываю. Кроссовки. Ну, то, что не носим, например. Вы поняли, короче, да? Дальше. Из красивенького Алиэкспресс я заказала вот такие вот буковки. СС. Кто-то из девочек мне писал, говорит, Селена, вот. Хотела буквы. Вот они продаются на Алике. Вот такие буквы светящиеся. Вот они есть. Я заказала две буквы. СС, Селена, Свейс. Теперь их осталось куда-нибудь присобачить красиво и включать на фоне. Так, работают они у нас от двух батареек. Таких. Пальчиковых. Сейчас вставлю и прям поставлю на фон. Пусть светятся. Чё, зря брала. Только нужно найти батарейки. Нашла. Ну, это эти три точно рабочие. Я одну нашла. Надеюсь, она тоже рабочая. Давно хотела, честно говоря, эти буковки. Смотрите. С, так, правильно? Смотрите, как хорошо. Мы вот так опустим чуть-чуть, да, чтобы, ну, их видно было. У меня голова теперь обрезана. Блин. А что, если их на подушку поставить? О. С. Смотри, С. Так, вторую. Впереди очень много интересного, девочки. Очень много радости для дома. Так, работает ли всё? Проверяем. Всё работает. С, С. Класс? Так, у меня, по-моему, наоборот. А ну-ка, как вы будете видеть? У меня С, С. У меня первая вверху идёт, а вторая внизу чуть-чуть, да? Вот так надо сделать. Ой! Вот так. С. А это чуть-чуть нечего должна быть. С. Ой! Ну, давайте, ставьте красиво. Короче, ну, их ещё надо, да, придумать, куда поставить. Всё. Пусть пока так будет. С, С. Хорошо. Я рада, довольна. Не помню, сколько они стоили, но размера вы поняли, да, какого они? Вот. Как бы, вот моя ладошка. Они больше ладошки. Хорошие. Хороший размер. Эти буковки также можно подвесить на стену. В принципе, если найду место какое-то, то подвешу. Внизу и вверху есть отверстие. Поехали дальше. Дальше я взяла в мелочке вот такую игрушку. Как видите, здесь уже шарик находится, тот, который не входит в комплект. Это от чего-то другого. Эту игрушку очень успешно Денька отжал у нашей Милки. Здесь три шарика было. Раз, два, три. И Милка, и Денька у меня играются. Единственное, что Денька забрал эти шарики куда-то, спрятал, я не знаю куда, и чтобы вам просто показать, как это, да, вот, раз, и оно крутится. И Милка играла. Мне очень понравилась эта штучка, реально классно. Я видела много всяких обзорчиков у девочек, и что играют. Вот она бежит уже. Твоя игрушка? Давай лапкой. Кто взял твою игрушку? Скажи, мам, ты чего мою игрушку взяла? Это же моя игрушка. То Денька заберет, скажи, то ты вот. Что это вы придумали? Я играю. В общем, такая игрушечка. Так, вот такая вот игрушечка. Шарики надо найти. Милка, ты чего мне мешаешь видосы снимать, а? Так, поехали дальше. Ну, раз мы уже к Милке подошли, да, смотрите, я взяла ей вот такую вот. Ну, решила заказать подешевле на Алике. Вообще в зоомагазинах продается такое, да, но я решила заказать. На Алике. Это такая штучка, которая одевается, и можно гулять. Я вообще-то с мелочкой планирую гулять на улице. Нет-нет, ей интересно иногда что-то там выйти. Ну, на ошейничке вот так вот, да, здесь застегивается. Под лапки, все дела. В принципе, достаточно качественная, нормальная штучка. Стоит копейки. Я подумала, прежде чем брать хорошую, какую-то дорогую, да, красивую, там, надо взять что-нибудь сначала дешевенькое. И посмотреть, как она вообще будет выходить на улицу. Она еще вот играется с веревочкой. Опа! Нравится ошейни? Я на нее однажды померила, кстати, ошейни где-то видео. У меня есть это. Она прям что-то начала с ним играться, выэтываться. В общем, не знаю. Посмотрим, у нас во дворе, кстати, гуляют девочки с кошечками, да, и Дэнки все время говорят, смотри, кошечка гуляет. Так и мы с Милочкой будем. Ну, короче, длинная вот эта вот штучка, здесь на карабинчике все. Вот, в принципе. Ой, попрыгуния стрекоза. Надо будет погулять. Так, ну что, дикая кошка? Примерно это выглядит вот так. Она просто пытается с этим всем делом играться. Дикая кошка, вставай, пойдем гулять. Давай. Ты будешь гулять у меня на улице. Хочет пока погрызть все это дело. Давай, вставай. Милка, вставай. Дэн, зови ее. Зови Милка. Милка. Милка, пойдем. Не хочет. Так, на ножки вставай, Мил. Мы покажем сейчас, как ты будешь с нами гулять. О, смотри. О, нет, она сразу ложится. Ты гулять пойдешь на улицу вообще с нами? Или как? Жопка. Короче, вы поняли, да? Не хочет она гулять. Ой, 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 ой. Пошли. Тихо, не тяни только. Аккуратненько надо. Пока что она хочет с этим делом всем поиграться. Вот так вот надо на верхнем. Ну, видите? Не хочет. Пока что она не хочет гулять. Поэтому вот я и думаю, может, она и не захочет гулять. Да и не тяни, сказала. Короче, все понятно, в общем, вы поняли, да, с этим мошенником? Я решила сам поводок пока отстегнуть. Пусть она походит с этой штучкой и привыкнет вообще к ней. Что на ней что-то вот такое есть. А потом, если что, можно будет и поводить ее на поводке. Дуриловка маленькая, а? Она не поймет еще, что на ней надето вообще. Гоняет, как у горилла. Так, мои вещи только не цепляй. Тут скакала. Что, скажи, мам, что-то на меня напялило вообще. Моя девочка. Что моя крошечка, такая дикая кошечка моя. Моя дикарочка. Дикарка. Ой, что-то, что-то. Скажи, мама. Это что происходит вообще в нашем доме? Ладно, ходи гуляй. Так, что дальше, девочки? Что дальше? Дальше, 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 дальше. Швабра. Швабра, которая пришла мне вот в такой упаковочке. Сейчас я за ней схожу и покажу вам. Опа. Я такая в домашнем немного одела. Покупки для дома в домашнем. Короче, смотрите, девчонки. Это вот такая вот швабра. Здесь у нее липучки. Они пластмассовые. Вот такие вот. С одной стороны. Короче, просто лепятся. Никак не нужно одевать. Просто они налепляются. Вот так, смотрите. На эту швабру. Я просто думала еще делать отдельный обзор, не делать. Но я вам тут покажу вкратце. Опа. Все. Оно прилепилось и очень хорошо держится. Сама вот эта вот ткань очень классная. Она не просто махровая. Там еще какие-то, знаете, пластиковые, микропластиковые какие-то ворсинки, которые могут как раз-таки немножечко лучше отдирать поверхность, да, полов ваших. Ну, как бы такое, знаете, как щетка. Вот. И микрофибра вот эта идет, да, и щетка идет. Здесь она крутится. Обалденно во все стороны. Обалденно все крутится, да. Сюда в дозатор мы набираем водичку. Я набираю сюда водичку почти полную и вот оно просто вниз-вверх. Вниз-вверх. Набираем водичку и переворачиваем, вставляем. Добавляю сюда еще жидкость. И, девочки, прекрасно. Вот такая ручка. Пшик-пшик. Куда оно пшикает? Оно находится здесь сверху, да. То есть мы пшик-пшик-пшик и пошли мыть. Пшик-пшик-пшик и пошли мыть. Обалденно, потому что у меня они такие грязные полы, в принципе, да. И мне не нужно мыть постоянно эту тряпку вообще. То есть она даже в конце какая-то чистая. То есть вот протереть по пылесосе сначала, да, и протереть пыль, можно сказать, да. Ну и грязь какую-то там с полов. Просто замечательно. Я потом ее просто вот так отдираю и сполоснула в конце и повесила сушиться, да. Вот этой полной штуки мне хватает для того, чтобы помыть мою кухню. В принципе, всю комнату можно помыть, да. Кухня и прихожая вообще легко. Ну я чуть больше половины набираю, а кухня и прихожая это чаще всего то, что я умою. Вот, потому что в спальню обычно мы там только вечером заходим, да, там не бесимся. Ну и в эту комнату тоже. Пыль только вытирается, да, иногда. Все. Вообще никаких напрягов. Мне так классно и легко. У меня на самом деле есть швабра, которая самовыжимается. Ну как самовыжимается? Не сама там, нужно повернуть ручку. И швабра эта хорошая, классная. Я ее заказывала в ленте. Мне она нравится, но тем не менее нужно помыл-помыл. Вода закончилась. Ты идешь. Тряпку это опять в ведре моешь, да. Выжимаешь и опять идешь. То есть за все время, пока я мою полы, я раз в 5-6 иду эту тряпку мою. И все равно брызги вокруг, когда, допустим, я ее там сжимаю, выжимаю, брызги вокруг. Но мне это не нравится. Вот эту вот давно хотела швабру попробовать. Ну вот именно с вот этим вот, чтобы не бегать, да. И на удивление, на удивление я очень удивлена, что она реально очень крутая, работает и мне нравится. Короче, это еще одна моя находка и еще мне облегчает возможность уборки. А я вообще не любительница убирать, поэтому я ищу себе такое, знаете, чтобы сама убирала. У меня есть робот-пылесос, который моет еще. Там какая-то программа у него. Мне вот кайф робота-пылесоса, который будет убирать, знаете, вот так вот. Он встал вот здесь и вот так зигзагулей поехал. А у меня, короче, робот-пылесос, он свою какую-то траекторию там фигачит вообще. И он вот прям кусками как-то вот так вот моет. Мне это не очень нравится. Хочется вот как бы понимать, где ты помыл, где чисто, а где нет. Поэтому, может быть, робот-пылесос, если я другой еще приобрету, вот. Но так, чтобы хорошо помылось, да, все, робот-пылесос, он должен по-чистому ходить, мне кажется. Он не вымывает. Поэтому швабра нужна. И такая швабра, я рада, что у меня теперь есть. Не знаю, напишите, хотите ли вы прям отдельный обзор, чтобы я все показала, рассказала. И показала, как я мою, да, все. Если хотите отдельный обзор, я сделаю на нее обзор отдельно. Но, в целом, я здесь, мне кажется, все подробно рассказала. Она реально классная, крутая. И я считаю, что стоит свои. К швабре я еще заказала вот такие вот насадки. Вот они. Четыре штуки. Ну, они в наборе шли, четыре штуки. На всякий случай, я подумала, потому что они светленькие, светло-серые, да. Я подумала, на них будет все видно. Но, на самом деле, я думаю, что она очень долговечная, эта штука, да. И можно их в стиралке, мне кажется, стирать, да. Но, пока что я стирала просто руками. Оно очень хорошо смывается, все стирается. Не знаю, вообще никаких проблем не вижу. Мне эта швабра безумно понравилась. Я рада, что я заказала. Заказывала ее просто экспериментом. Потому что мне просто любопытно было. А, кстати, увидела я впервые такие швабры. Где-то на Greenway, по-моему. Greenway фирма, да? Greenway. Там тряпки у них, и швабра такая. Я обратила тогда внимание, захотела ее. Посмотрела какие-то обзорчики. Кто-то хвалит. Кто-то непонятно, как высказывается. Но я больше смотрела те, кто хвалит, да, и за что. Ну, вот, возможность появилась. Я заказала и реально очень довольна. Так, ну и что последнее? Последнее я заказала то, что я еще вообще не распаковывала. Вот такая коробка пришла мне недавно. Это увлажнитель воздуха. Я его еще не разбирала. Давайте посмотрим вместе, какой он там. Я опять думала, что он поменьше. Может быть, это коробка такая большая. Но я думала, что он поменьше. Так. Открываем. Стоит, стоит уже, чтобы я могла им пользоваться. Зачем я взяла второй увлажнитель? У меня есть один очень крутой большой увлажнитель. И он прям необходим в спальнях. Сейчас увлажнитель не нужен, потому что окна могут быть открыты, да. Но зимой, когда начинает все топить в доме, то не хватает воздуха. Реально очень мало влажности. Из-за этого и нос, и плохо дышится, и кашель может быть. И мне кажется, и простуды. У нас есть очиститель воздуха и освежитель. Увлажнитель, да, там все вместе. Он идет у нас вот в спальню большую. У Дэнки здесь то же самое получится. Ну, в принципе, мне не принципиально, какой где будет стоять увлажнитель. Я, в общем, взяла второй, чтобы он был в спальне. И вообще хотела какой-то маленький взять, чтобы можно было его поставить не на пол. Потому что у нас прям огромный там стоит Panasonic. А этот, я думала, он поменьше. Вот как-то на фотографии смотришь, и вроде поменьше. Нет, все равно большой пришел. Достаем. Все равно вот и пришел большой. Как-то он из двух частей, что ли, состоит. Так, вот такой вот он. Вот. Smart, smart me. Так, здесь я вижу вот такой. Да? Я вам сейчас тоже покажу его так образно. Если хотите отдельный обзор потом, я его сейчас, потому что включать не буду. Я его не включала еще. Просто показываю, что приобрела. А, если вам интересна тема этих увлажнителей, да? Просто самой хотелось немножечко посмотреть. Запечатано все пришло очень хорошо. Кстати, с доставочкой на дом. Вот тут у нас вот какие-то штуки внутри. Ну, наверное, внутренности это неинтересно, да? Сейчас это все надо собрать вот так. Как оно там собирается? Да? Так, я правильно все поставила, мне интересно. Вроде правильно. Вот так вот он выглядит. Вот такой. Но он поменьше уже, чем тот, который у меня, Panasonic. Раза в три. Но он вот такой квадратненький. Здесь сенсорные кнопочки у нас. Включение. В общем, это еще нужно читать. Беленький такой вот шнур для наших розеток. Все хорошо. Инструкция тут есть. Ну, в общем, к тому, что он такой красивенький весь. Ну, вот отсюда выходит воздух. Короче, вот что я просто хотела вам показать. Я не знаю, интересно вам или нет, будет посмотреть, да? Но вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях. Если интересно, то я в нем разберусь. И уже, наверное, ближе к холодам, когда мы начнем включать все это, я обязательно покажу вам отдельный обзор. В общем, вот такой у меня увлажнитель новый появился. Ну, подробно вы можете почитать по ссылке. Я оставлю ссылку под видео, где брала. Так, ну вот, в принципе, и все. Еще скоро ко мне должен прийти обогреватель. Обогреватель заказала для балкона. Вообще, я там планирую как бы утеплять все это дело. Но, наверное, не в этом году. И в любом случае как бы балкон нужен, да? Иногда там что-то я там буду делать пока. В общем, я для балкона взяла обогреватель. Заказала. В общем-то, он едет. Когда он приедет, я вам обязательно его покажу. А, еще что заказала. У меня таких уже много штучек тоже. На Алишке заказала вот такую штуку. Это для моих помад. Мои тысячи помад, девочки, тысячи помад. И вот это вот спасение реально мне очень нравится, как аккуратненько стоят помады. Еще и помещаются ко мне на полочку. Вот так вот. Стоят мои тысячи помад. У меня уже такие три штуки, по-моему, есть. Две или три штуки я вот еще заказала. Вот. Это классная штучка. Вот. Смотрите, как я храню свои помады. Вот сейчас я новенькую поставила. Это у меня была. Была здесь. Уже заполненная вся. Вот у меня еще помады. И, кстати, в них же можно хранить еще и вот так. Карандашики всякие, туши тоже отлично становятся. И вот здесь у меня еще помады. В общем, много-много всего. Поэтому вот это очень удобно. Видно, какая помада где. Класс. Компактно. Так, вроде для дома все. Для дома все. Для дома все. Впереди вас ждет обзор на то, что я купила для кухни. У меня прям отдельных очень много покупок. Что-то я как-то я нагинаюсь. Мне кажется, подгинаюсь. Отдельных очень много покупок именно для кухни. Новые ножи. Новые вилки-ложки. Новые приспособы для специй. Для ножей новые приспособы. Что у меня там? Ничего. Тостер, который я приобрела и который вообще просто радует меня каждый день. Короче, еще что-то. Не буду все перечислять. А, подожди. Еще для дома здесь что-то было. Во. Во. Такая штучка. Что за штучка, девочки? Интересная штучка. Я уже боюсь, честно говоря, с Алиэкспресса, с таких сайтов что-то покупать. Потому что потом прилеплять особенно, да? Потому что потом хрен отзерешь. Короче, смысл в чем? Такая штука. Смотрите. Вот она. Мы вот эту отклеиваем и ее приклеиваем там на кафеле, куда нам надо. Вот эта вещь засовывается сюда. Все, она держится на стене. То есть это приклеено, это на стене. А здесь у нас такие штучки. Я это заказала для веника, например. Ну, вот это может стоит кемка, да? А вот для веника, смотрите. А это, наверное, широковато, да? Да нет, она разъезжается. Для чего я заказала? Это сейчас другую штуку принесу, покажу. Короче, вот веничек. Вот он, веничек. Да. И вот мы вот так раз, типа, и на стене оно висит. Как нам удобно, да? Раз, взяли. Раз, висит. Тут какая-то силиконовая штучка. Она прогинается, видите? Ну, в общем, вот так. Я взяла одну, пока на пробу прицеплю, покажу. Ну, я думаю, может быть, веник другой взять. Короче, я еще думаю, смотрю. Но вот эту штучку заказала. Мне кажется, прикольная. Швабру можно повесить. Но что-то слишком большое. Видите? Вот это вот потолще. Господи, у меня все пахнет. Вот это потолще, и уже как будто не залазит, да? Ну-ка, пробуем. А, нет, залазит, смотрите, потолще. А давайте швабру толстую. Сейчас принесу швабру. Сейчас все сюда принесу. Вот сколько бы я швабру не покупала, мама моя любит... Мама моя любит мыть вот эту швабру. Я не знаю уже, что купить ей, чтобы она кайфовала. Она говорит, я люблю вот эту швабру всю. Короче, вот она у нас бесхозно как-то стоит везде. Так, смотрите, все, швабра тоже может держаться отлично. Короче, для любой ширины, мне кажется, подойдет. Можно брать. Все, мои хорошие, на этом мое видео закончилось. Надеюсь, какие-то покупки были реально для вас полезны и интересны. Обязательно заходите по ссылочкам, смотрите цены, размеры, качества, более подробную информацию. Ну, а я с вами прощаюсь и пошла все разбирать, расставлять, кайфовать. Прощаюсь до следующего видео. Впереди много интересного. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Люблю вас. Пока-пока. Мила! Затихла. Че тут полезло, бля? Жопа мелкая. Продолжение следует... ... 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